Всем привет! Снял небольшую тестовую варку пивасика, но условия были не совсем хорошие для записи. Очень постараюсь сейчас, чтобы был звук более-менее нормальный и нарезка более-менее уводобимая. Но, как говорится, если будут какие-то маленькие накладочки, извиняйте. Пытаюсь тестировать две системы. Собрались мы все-таки сварить пивка на системе RIMS. И так уж получилось, что вместо просто одной варки получилось даже тест-сравнение. В качестве сравнения у нас есть вот такой вот ПВК от доктора Губера, с установленной на него систему экстрактор. Там у нас фольжно идет, уже вода разогрета до 44. В принципе, пора заливать солод, с которым мы достаточно долго ковырялись, мололи. Здесь у нас система RIMS, которую я собирал. Температура тоже уже почти 41. Будем сейчас скоро засыпать. Быстроена поменьше мощность. Пока вроде все работает. Кое-где тут чуть-чуть подкапывают с соединений. Но так я все это немножко не дозатянул. Ну что, насыпали солод. Экстрактор работает. Температура упала до 41. Ждем поднятия до паузы. До 65 будет поднимать. И на этой паузе останемся на часик. Только засыпали солод. Фильтрующий слой пока не сформировал. Мы видим, что идет тоже жидкость. Здесь все примерно то же самое. Сейчас немножко подниму повыше. Вот это, чтобы было видно, что все вытекает. Ну и ждем выхода на температурную. Прошло минут 15, наверное. Здесь почти полтос. Видно, идет небольшое движение жидкости. Все нормально. Тут пока ничего неопределенного. Здесь тоже такой же мутняк. Собственно, такой же мутняк пока и здесь. Здесь температура 53,6. Там 50. Также полтора киловатта. То есть скорость нагрева здесь выше. Возможно, имеет смысл чуть-чуть сделать медленнее, чтобы теном было нормально. Хотя первый раз я делал на трешке. В принципе, все было более-менее нормуль. Поэтому пока ничего не трогаю. Еще раз говорю, варка полностью экспериментальная. И по итогам будут делать выводы какие-то, корректировки работы ТЭНа и всего остального. Ну что, фильтр-система вместе с ПВК-шкой выходит на расчетную мощность. Работает она сейчас нагрев на полутора киловаттах. 64 градуса. Скоро начнем от температурной паузы. На 65 планировалось. Здесь 65 стоит. Что у нас в засыпи? Засыпал сюда на 25 литров воды. В кастрюле 4,5 килограмма пилснера курского. 1,5 килограмма викинговской пшенички. И в самом начале паузы 200 грамм 200-й кары. В принципе, все. Дает вот такой вот свет. Вот так вот выглядит сама труба. То есть постепенно идет осветление. Здесь, если посмотреть, сусло еще мутное, но это понятно, потому что осахаривание не началось. Ну, буду держать в курсе. Одна из особенностей РИМС-системы за счет того, что мы постоянно циркулирует вода, если мы выключаем полностью ТЭН, то температура начинает падать. Для того, чтобы она не падала, я оставляю небольшой нагрев. Тут сейчас 380 киловатт. 380 ватт, да? 380 ватт. Вот, и поэтому все нормально. Температура держится, она плюс-минус. Выбирается эмпирическим путем, на самом деле вот она, ну, видно, прыгает от 65 плюс-минус 0,1 градуса, не принципиально. Уже прошло минут 40, температурной паузой на 65, она будет пиво. Одна пауза, плюс потом выйдем на меш-аут, будем выходить постепенно, да? И этим, наверное, с небольшой добавкой мощности, чтобы пройти все остальные паузы, так сказать, на автомате. На 78 остановимся на 10 минут, и потом будем сливать на кипячение. Из-за того, что у меня только одна кастрюля, придется сначала слить в промежуточную емкость, промыть промывочной водой, ну, не знаю, посмотрим, литров 10 примерно. Будем ориентироваться уже по итоговому объему, сколько получится. И, ну, собственно, все. Заливаю сюда, разбираю римс, стенд вставляю вместо заглушки, он превращается в варочник, и, собственно, здесь же будет происходить отварка. Примерно так. И, как у нас сейчас здесь ведет губер, 68 градусов, тоже началась пауза, где-то минут 20 прошло. Здесь не так хорошо видно, но если посмотреть, в принципе, ситуация, ну, довольно-таки похожая. То есть никаких таких проблем нету. Также все это достаточно неплохо циркулирует. Цвет пока немножко отличается. Тут видно, да, ну, какой немножко, сильно отличается. То есть здесь он еще пока такой совсем светленький, потому что 20 минут. Здесь уже остается 20 минут, здесь уже темный, и видно то, что осветление присутствует. Все. Ждем конца паузы, и потом выходим на меш-аут и потихоньку. До конца паузы осталось всего лишь 10 минут. То есть 50 минут идет затор, и йодную пробу уже пройдено. То есть, в принципе, все уже окей, осахарилось. Ну, добиваем до нужного часа на 65 и потихонечку начну разогревать. Здесь у нас 66,9. В принципе, все идет примерно так же. 35 минут, как идет пауза. Добавил нагрев. Постепенно будем перемещаться к 78. Сусло относительно прозрачное. Здесь у нас тоже все хорошо. 66, чуть-чуть опустилась температура. По времени еще 15 минут здесь затору. Там мы уже пошли на следующую паузу. Прозрачность к суслу здесь отличная просто. Выходим на меш-аут. Здесь у нас тоже уже пошел нагрев. К 70 приближается потихонечку. Привел замер сахаристости сусла. Ну, еще до промывочной воды и до кипячения. У доктора Губера, соответственно. И то, что получилось на РИМ-системе. В уголке вы сейчас будете видеть две таблички. Одна из них доктора Губера, а другая из них РИМ-система. И эффективность у них совершенно одинаковая. Здесь меш-аут пройден. Сейчас будем сливать промежуточную емкость. После чего уже опять заливать обратно. Тэн я выну из РИМ-системы, поставлю сюда. И будем уже кипятить именно в этой кастрюле. Здесь мы только вышли на паузу. То есть там через 10-15 минут будем проделывать сразу подряд эту же операцию. Все, начинаю. Ну все, я думаю, по-моему, хватит. Пошла у нас уже вовсю варка. Было закинут хмель. Здесь варка идет минут 15. Здесь уже мы варимся больше 30 минут. Ну, к сожалению, крышка только одна, поэтому в качестве крышки используется кастрюлька. Вот так вот идет кипение. В целом результат совершенно у доктора Губера и вариант системы РИМС по эффективности одинаковый. Мы получили одинаковую плотность вообще при одинаковой засыпи. Немножко есть особенности по скорости набора температуры здесь. Немножко здесь. Есть небольшая инерция. Но сварив один-два раза на либо так, либо так, в принципе, никаких проблем вообще возникать не будет. Полностью отдыхаешь, засыпал там солод, у тебя есть время. Сделал это даже без автоматики, вполне удобно и комфортно. Тут особо говорить не стоит. Еще закидываем в периодический хмель, ждем полтора часика, потом охлаждать будем. В этом случае используем пластинический теплообменник. Здесь будем охлаждать с помощью рубашки. В принципе, идет такое вот кипение, цвет и пашный хмель. Хмель сюда практически полностью уйдет от этой пачечки амарилла. Большая часть в конце. Полчаса до окончания варки закинул второй хмель. Это 15 грамм амариллы туда ушло. И включил насос, чтобы система гоняла по кругу уже все и прошло обеззараживание. Через 25 минут закину последний хмель, 2 минуты варки и все. Цветность пива вот такая. Ну, осталось, наверное, не собрать литров 20. В лучшем случае я оттуда возьму. Как-то так. Что, слилось все. Осталось там совсем немножко на донышке. Учитывая, сколько было пролито мимо, утекло отсюда. Ну, не знаю, чуть больше 20 литров, наверное, здесь и есть. В лучшем случае. Но, любопытно, интересно. Здесь у нас заканчивается кипение. Сейчас охлаждать будем рубашкой. Ну и так же сливаем и закидываем дрожжи. Тут уже ничего нового не будет. В принципе, обе вещи себя показали отлично. Совершенно одинаковый результат на обоих системах. Удобство работы у всей. Каждый немножко отличается и немножко свое. Там есть плюсы там, есть плюсы там. Но обе удобны. Вот. Сами немножечко измазюглса ошпарился. Вылетел шланг из варочника. Кипятком малость бахнул. Вот. Ну, соблюдайте технику безопасности. Надеюсь, было полезно. Ну, вот такой получился видосик. Надеюсь, понравилось. Еще раз извиняюсь за то, что в некоторых местах звук был немножко тише. Какие выводы для себя я сделал? Что нужно сделать дальше мне с моей системой РИМС? В прошлый раз я решил заменить насос и там некоторые добавить сетку для хмеля. Что я обратил внимание сейчас? Тем более у меня было такое хорошее сравнение с губеровским ПВК. Номер раз. Обязательно. Мне нужно что-то сделать с ТЭНом. Это нужен ТЭН большей площади. Возможно, меньшей мощности. Потому что, в принципе, запас по скорости нагрева у меня есть относительно того же губеровского ПВК. Поэтому, я думаю, в этом проблемы не должно быть. И второй вариант, то, что мне обязательно нужно сделать, это заменить вот это вот выпуклое фальш-дно, которое китайское, с тоненькой трубочкой, которая переливается через кран, на обычное просто фальш-дно, которое будет чуть-чуть над краном находиться. И это мне позволит намного лучше фильтровать дробину и получить намного лучший напор. Потому что, вот, когда я сливал сусло, было хорошо видно то, что струйка очень тоненькая. И она обусловлена исключительно тем, что на подводе жидкости к крану изнутри, там реально очень тоненькая трубочка. Там она с силиконовой трубкой, восьмеркой завершен. То есть, в принципе, в принципе, для себя я определился с двумя вещами. Первое, замена тена обязательно на римсе. Это будет более длинная версия, благо, в мой вариант трубы он влезет. Возможно, это будет антиперегарный, возможно, нет. Но, в любом случае, менять надо. И фальш-дно для кастрюли. Буду искать. Ну, надеюсь, видео было полезно. Обращаю сразу внимание, я все-таки не профессионал в пивоварении. Поэтому, если вы варите пиво, увидели какие-то явные косяки, либо там вот какие-то советы вы можете дать именно по пивоварению, welcome, комментарии, можете забивать личку. То есть, никаких проблем. Я сейчас в этом только учусь. И буду рад потом получить знания и передать их дальше. Ну, все. Всем пока.